Походная романтика 60-х-70-х годов стала неотъемлемой частью ностальгии по временам развитого социализма. Еще бы, те самые песни и та самая дружба, вспоминает туристка с многолетним стажем Вера Говер. И у нас в цехе была такая сильнейшая комсомольская организация. Молодежь всю, комсорт наш, Полыгалов Евгений Семенович, слава Богу, живой. Он нас так всех походами выходного дня заразил и на всех соревнованиях таскал. Всех-всех-всех. В походах люди сбрасывают социальные маски. И именно здесь за короткий срок становится понятно, кто чего стоит. Проще говоря, идеальный способ проверить чувства. Походы людей сближают, люди открываются, они показывают себя такими, какие они есть на самом деле. И потом в походе много ситуаций, которые заставляют проявлять свои лучшие качества. Благородство, какой-то альтруизм, самопожертвование, взаимопомощь. И это, конечно, вызывает друг у друга симпатию. Походные трудности нарочно не придумаешь. Чего стоит только ситуация, когда группа неожиданно осталась без продовольствия. Поневоле задумаешься, с кем разделить кусок хлеба. Одна буханка, весь коллектив. У нас человек 15 было. Вот разрезали всем по кусочкам, мне досталась корочка. Я корочку, потому что мальчишка нас провожал в школьной сторожихе. И мальчишку уже пришлось нести. А так как Альфред Иванович был самый такой, он его уже нес. И я ему дала корочку. Я до сих пор все семьюсь. Это я его купила, этой корочкой. Ну а потом любовь, туризм и семья переплетаются так, что одно от другого уже не отделить. Есть что рассказать подрастающим поколениям. И так при помощи походов возникали тысячи семей в стране. Поневоле задумаешься, не было ли здесь какой-нибудь специальной госпрограммы? На самом деле развитие такое активное, вообще туризма после войны началось по приказу Сталина, чтобы повысить обороноспособность страны, чтобы оздоравливать и в этом плане развивать население. Ну и такой фактор, конечно, возможно, тоже учитывался. Я не исключаю, да. И если посмотреть на жизнь, на людей, то на самом деле много таких пар создалось благодаря путешествиям в 60-е, 70-е годы. Ну а если присовокупить сюда еще повальное увлечение советской молодежи спортом, станет чуть яснее поговорка про туризм и альпинизм, как школы, мужество и замужество. Вот вся моя сборная, они все переженились, мы все переженились, все спортивные пары. И вообще переоценка ценностей происходит в сложных путешествиях. Люди понимают, как хорошо, когда есть еда, когда есть сухая одежда, когда есть тепло, когда есть друг, когда какая-то тяжелая ситуация и тебя друзья поддержат. А если таких условий нет, то человеки это ведь и не ценят. В общем, секрет проверки чувств и отношений предельно прост. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке одной с тобой, там поймешь, кто такой. Роман Попов, Владислав Рашидов, Валерий Шукунов. Телекомпания «Ветта». Роман Попов, Владислав Рашидов, Валерий Шукунов. Телекомпания «Ветта».